На очередном заседании Совета депутатов города Люберца народные избранники рассмотрели использование бюджета за прошлый год, а также обсудили ряд жизненно важных вопросов, касающихся реформирования жилищно-коммунального комплекса, в том числе и инвестиционную программу Люберецкого водоканала. Подробности в сюжете Ирины Пахомовой. На заседании был утвержден рассмотренный ранее на публичных соглашениях проект исполнения городского бюджета за 2009 год. Депутаты приняли окончательное решение в выборе кандидатуры и директора и инвестиционного утверждения города Люберца, директора городского хозяйства. Им стал Владимир Попов, с 2001 года по 2005, занимавший должность заместителя главы района по вопросам промышленности и предпринимательской деятельности. Большое внимание депутаты уделили рассмотрению инвестиционной программы развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры открытого акционерного общества Люберецкий водоканал на 2010-2012 годы. Начальник социально-экономического управления администрации города Татьяна Нистратов проинформировала депутатов о главных целях этой программы. Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с повышением надежности работы системы водоснабжения и водоотведения, увеличением пропускной способности сетей, повышением качества оказываемых услуг, увеличением мощности водозаборных сооружений, обеспечением доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей. Инвестиционная программа была рассмотрена Министерством экономики Московской области и получила одобрение. Ее основе мероприятия, направленные на реконструкцию и капитальный ремонт изношенных систем водоснабжения и канализации, установка нового оборудования на объектах Люберецкого водоканала. Однако некоторые депутаты высказали сомнение в том, что предприятию удастся реализовать намеченные программы. Для этого потребуется инвестиция на сумму 2,381,000,000,000 рублей. Я уверен, что мы не решим вопрос с развитием нашей инфраструктуры, водоканала, за счет вот этого. Понимаете, то есть невзирая на то, что кризис или там земли нет или еще что-то такое, цифра огромная. Удастся реализовать каналу привлечь необходимую сумму на обновление сетей, сказать трудно. Тем не менее, Совет депутатов инвестиционную программу утвердил. На сегодняшний день это единственный выход из создавшейся ситуации. Приток инвестиций даст возможность предприятию модернизировать производство и улучшить качество услуг населению. Ирина Пахомова, Андрей Тарасов, Люберецкое районное телевидение.